Издательство Бомбора. Океан книг. Хейки Культа. Кимми Райканен. Последний настоящий гонщик Формулы-1. Предисловие. Вдали от дома. Согласитесь, чрезвычайно редкое явление. Спортсмен высшей категории творит карьеру практически полностью за пределами своей страны. Обычно в элиту мирового спорта вступают предварительно, хорошенько утоптав родные газоны. Кимми Райканен даже в этом смысле стал исключением из исключений. Можно сказать, что в когорту лучших пилотов Формулы-1 он ворвался по объездной. Характерно и то, что для участия в заездах у Райканена не хватало опыта. До этого он провел всего 23 гонки в похожих сериях. Так что ему потребовалась выдача в исключительном порядке суперлицензии, требуемой для участия в заездах. Будучи постоянно аккредитованным на гонках Формулу-1, я получил уникальную возможность построить собственную карьеру спортивного журналиста. В общей сложности я освещал 371 гонку. Сложно передать словами радость быть свидетелем головокружительного взлета Кимми к вершинам заслуженного мастерства, разделяя с ним горечь поражения, когда победа в последний момент ускользает из рук по причине технических неполадок, или наслаждаясь сладостью успеха, восхождением на подиум и ощущением тяжести кубка. Осенью 2019 года я рассказал Кимми о своем замысле написать книгу. Он ответил «Бог в помощь, главное, не поноси меня слишком сильно». Надеюсь, мне удалось сдержать слово, ведь подобные книги обычно содержат мемуары спортсменов. Здесь же представлены воспоминания спортивного журналиста о совместном пути, пройденном бок о бок со спортсменом мирового уровня, выстраивавшим на протяжении двух десятилетий карьеру в одном из самых известных видов спорта. Многие частные факты основываются на моих дословно расшифрованных с диктофона дневниковых записях, таких накопилась тележка и маленький вагончик. Практически все это пережито вдали от дома, все вплоть до сезона 2020-го. Нет худа без добра. Кимми наконец-то получил возможность вздохнуть полной грудью. На фоне пандемии коронавируса представители СМИ сдуло от него, как ветром. Хейки Культа Часть первая Глава первая Сияющий бриллиант Всякая книга с чего-то начинается. Моя. Сгонки в Монако в мае 2005 года. После нее сдаем назад и оказываемся во Франции образца июля 2003 года. Кимми Райканен известен тем, что участвовал в самом большом количестве гонок из серии Гран-при. Поистине героического результата он добился на заезде в Монако, сверкающего королевским бриллиантом в календаре соревнований Формулы-1. В те выходные 2005 года на улицах Монте-Карло творилась история в своем непостижимом великолепии. Гонщику к тому моменту исполнилось 25 лет, и он находился на пике своей формы, подняв скорость своего болида до предела. Райканен максимально воспользовался тактическими приемами, обеспечив преимущество, а затем и полную победу. Кимми подкатил на мотороллере на парковку McLaren Mercedes в расслабленном состоянии и в отличнейшем настроении. Он только что вернулся из Турции, где принял участие в прямом эфире самого популярного в Германии легендарного развлекательного телешоу «Спорим, что…». За плечами осталась блистательная победа на заезде в Испании, став в результате самой обсуждаемой в своей серии. В Монако Кимми Райканен и Хуан Пабло Монтовия предстали перед публикой в самых дорогих в истории защитных шлемах. К выходным McLaren и один из самых известных мировых производителей алмазов, Steinmetz, обнародовали свой весьма щедрый контракт. Начиная с Иммала, Кимми пользовался новейшей системой защиты шеи и головы, Хэнс, теперь же предстояло установить ее на новое творение из алмазов. Никогда раньше не испытывал такого волнения, как прикручивая систему защиты к этим шлемам. Вздохнул представитель фирмы Джеймс Пенроуз. Только Кимми, похоже, ничуть не нервничал по поводу алмазной составляющей. Ему было куда важнее сосредоточиться на заезде. «Должен сказать, у нас лучшая машина для этого трека за все то время, что я выступаю за McLaren. Да, эти Рено хороши по-любому, они держат на поворотах, но мы соберем все силы, чтобы их обогнать», — размышлял Кимми в предстартовом ожидании. Тем временем, пока финская звезда собирался силами в компании со своей супругой Йенни, остановившись в роскошном отеле «Коламбус», бывшего пилота «Формулы-1» Дэвида Култхарда, В порту Монте-Карло на яхте, забронированной на имя Кимми, наслаждались чудными выходными родители обоих — Паула и Матти Райканен и Лиса и Ханну Дальман. В заезде на время по узким улочкам Монако Кимми показал лучший результат своей карьеры. От его столь виртуозного исполнения перехватило дыхание даже у чемпиона мира Михаэля Шумахера, потому что подобравшийся ближе всех Фернандо Алонсо отстал от Кимми на полсекунды. Тот заезд восхитил даже самых опытных представителей журналистской братьи, пишущей на тему «Формулы-1». «Похоже, Кимми ничем не остановишь. Атакует точно так же, как и в Барселоне, показывая, что ему нечего терять. Как будто у него вообще нет понимания того, чего он может лишиться». Подшучивал Найджел Ройбак из британского автоспорта. «Заезд Кимми не от мира сего. Он просто раздел своего напарника Монтою», выдохнул Петер Заубер и предложил Райканену его первый контракт в «Формуле-1». И хотя Алонсо, стремительно шедший к победе, оказался проворнее на втором круге, Кимми удалось в третий раз подряд завоевать подиум, оторвавшись от испанца на 0,83 секунды. На соревнованиях выяснилось, с какой тяжелой машиной он завоевывал себе победу. «А что же сам, Кимми? Субботний заезд был лучшим в твоей карьере?» «Сложно сказать, потому что его трудно сравнить с каким-либо из моих предыдущих заездов. На этом автодроме у меня были неплохие достижения и раньше, но, бесспорно, этот был одним из лучших. Главное, что хватило, чтобы подняться на пьедестал». На прошедшем в воскресенье награждении на гран-при встретились новый князь Монако Альберт II и новый король легендарной трассы. Кимми стал третьим по счету финским гонщиком, сумевшим победить на этом престижнейшем в чемпионате Формулы-1 заезде после Кеки Росберга, 1983, и Микки Хяккинена, 1998. «Скажи, наверное, мечтал об этом с детства?» «Ну, не знаю насчет с самого детства, но когда пару лет назад мы показали здесь скорость, но остались вторыми, то это задело заживое. С тех пор я точно знал, что выиграть эту гонку было бы круто». Вкус победы ощущался во всем облике пилота и в момент, когда он пересекал финишную прямую, и когда стоял на подиуме под звуки национального гимна с кубком в руках.